МЕП МГИМО В 2016 году мы вышли на новую площадку Одинцовский филиал МГИМО. В рамках Одинцовского кампуса одной из ключевых задач является подготовка высококлассных специалистов, которые необходимы сейчас ведущим компаниям и организациям Московской области. Это кадры мирового уровня в области инновационной экономики, в области управления новациям и развития цифровой экономики. Мы все знаем, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации сейчас реализуется ряд принципиальных постановлений и распоряжений, которые содействуют активному развитию инновационной экономики и реализации проектов в сфере инновации. В этой связи важные задачи в Одинцовском кампусе стоят перед МЕП и его структурным подразделением, которые включают кафедры и центры статистических исследований в области инноваций и цифровой экономики. Мы в Московской области реализуем принципиально новые программы бакалавриата и магистратуры, которые включают уникальные учебные курсы. Но сегодня я бы хотел поговорить именно про программы бакалавриата. Целью программы «Международный бизнес и управление инновациями» является подготовка бакалавров, способных эффективно осуществлять деятельность по управлению инновациями и реализации инновационных стратегий в международном бизнесе. Научным руководителем обеих программ, которые я назвал, «Мировая экономика и инновации» и «Международный бизнес и управление инновациями» является профессор Валерий Иванович Салыгин. Чем эти программы будут интересны студентам? Наши образовательные программы сфокусированы на чрезвычайно актуальных, не только для нашей страны, но и в целом для мира, вопросах связанных с инновационной экономикой, управлением инновациями, с цифровой экономикой. Мы все сегодня наблюдаем нестабильную ситуацию в мире. Мы видим обострение международных отношений. Мы видим введение политических и экономических санкций на международное отделение в отношении одних или других государств. И в этой связи мы должны осуществлять подготовку кадров, которые будут укреплять российскую экономику, как на страновом уровне, а также на региональном уровне на уровне субъектов Федерации, в том числе и Московской области. И именно вызовом сегодняшнего дня отвечают программы МИЭП. В рамках новых программ бакалавриата МИЭП в Одинцовском кампусе МГИМО наши студенты рассматривают вопросы развития предпринимательства в инновационной сфере, управления инновационными проектами, экономики и финансирования инновационной деятельности, а также инвестиции в инновации. Какие дисциплины изучают студенты в рамках этих программ? Среди изучаемых дисциплин тренинг развития креативных способностей и так далее. С учетом указаний руководства страны в области развития цифровой экономики, а также новых принятых стратегий, ведущими нашими компаниями, в этом году наши программы, обе программы, по направлению экономика и по направлению менеджмент, были дополнены новыми курсами, в рамках которых будут рассматриваться вопросы интеллектуальных технологий в бизнесе, информационных систем моделирования бизнес-процессов, это вопросы интернет-маркетинга, вопросы кибробезопасности и так далее. Расскажите о перспективах выпускников бакалавриата. Наши выпускники бакалавриата могут поступить на магистрские программы, к примеру, которые мы осуществляем совместно с нашими компаниями-партнерами. Среди них компания «Роснефть», компания «Транснефть», «Газпромбанк». Это уникальная возможность для наших студентов получить высококлассную практикоориентированную подготовку в рамках обучения пройти стажировку и практику в ведущих компаниях и, как правило, получить приглашение на работу от этих же работодателей. Кроме того, у нас есть четыре международные магистрские программы, которые университет МГИМО осуществляет совместно с престижными европейскими университетами. Эта программа предполагает обучение как в России, так и за рубежом. И есть также уникальная возможность получить два диплома университета МГИМО и одного из ведущих европейских вузов. Нашими партнерами являются такие университеты, как университет Сент-Эндрюс в Великобритании, это лидер европейского бизнес-образования университет Луиджи Бакони в Милане, в Италии, это один из старейших университетов Европы, Лейпцигский университет в Германии, университет Норд и высшая школа бизнеса в Норвегии. А также среди наших партнеров есть такие авторитетные учебные центры из таких стран, как Франция, Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония. Но студенческая жизнь — это не только учеба, лекции, пары. Чем еще занимаются студенты, какие мероприятия проводятся? Мы студенческой и общественной жизни уделяем особое внимание в рамках МИАП. У нас есть тесные контакты с профильными министерствами и ведомствами, с региональными структурами, с международными организациями, с ведущими нашими компаниями. И поэтому наших студентов довольно часто приглашают на большие мероприятия. Это могут быть научные, общественные мероприятия. Среди последних я могу сказать, это Российская энергетическая неделя, это Международный экономический форум, Каспийский диалог, это форум открытой инновации. Таких много на самом деле. У нас для студентов проводятся мастер-классы наших ведущих компаний, которые являются нашими стратегическими партнерами. У нас по линии научно-студенческих клубов проходит очень много мероприятий. Как раз я бы хотел сказать, что у нас в рамках МИАП есть два научно-студенческих клуба. Это клуб «Мировая энергетическая политика» и клуб «Арктика». Эти два клуба проводят ежегодно крупные мероприятия. Среди них можно отметить Международную молодежную модель Арктического совета, это модель ОПЕК, Организация стран экспортеров нефти, это модель МАГАТЭ, это бизнес-игра энергии и инноваций и многие другие. Где проходит практика студентов? Вы расскажите про изучение языков. Основой образования МИАП является именно практико-ориентированная подготовка. Это обусловлено требованием наших ведущих компаний и банков, которые являются нашим партнером. Я несколько из них рассказал, когда говорил про магистратуру, но хочется отметить, что у нас в рамках МИАП существуют базовые кафедры таких компаний, как Роснефть, Транснефть, Газпромбак, Норильский Никель, Росгеология. И у студентов есть возможность пройти практику именно в этих компаниях. А также, если мы говорим про Одинцовский кампус МГИМО, то считаем очень важным также организацию практики студентов именно в региональных подразделениях и филиалах этих крупных организаций. Не только этих, но и наших партнеров среди органов исполнительной власти. Что касается языковой подготовки, мы знаем, что в Одинцовском кампусе МГИМО языковой подготовке уделяется особое внимание. Это является традиционно сильной стороной. И вообще преимущественным обучением МГИМО — это как раз языковая подготовка. Программа бакалавриата Международного института энергетической политики и управления инновациями готовит студентов к реализации профессиональных задач в кросс-культурной среде и на иностранном языке. Изучение английского языка у нас отводится очень много часов. Это порядка 10 часов в неделю. Уже на втором курсе у студентов появляется возможность выбрать второй иностранный язык. Есть ли возможность поступить к вам в институт у тех абитуриантов, которые изучали не английский язык в школе, а, к примеру, немецкий или французский? Безусловно, такая возможность и есть. По результатам ЕГЭ по иностранному языку идет зачисление в университет. Но все равно в рамках уже первого курса обучения мы делим студентов по группам. Те, кто не проходил английский язык в рамках школьной программы, они с нуля начинают изучать английский язык. Уже по итогам первого курса мы доводим до нужного уровня их английский язык. Во время всего периода обучения английский язык необходим, и ему уделяется особое внимание. И, как я уже отмечал, уже начиная со второго курса есть возможность изучать второй иностранный язык. Здесь уже студенты могут углубить свои знания о том иностранном языке, с которым они поступали в университет. Спасибо за интересную беседу. А я напомню, что это и другие выпуски интервью вы всегда сможете найти на нашем сайте 360tv.ru, а также в нашей группе ВКонтакте «Новости 361 Сова». Далее еще много интересных тем. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова